Итак, Иуда был убит, и две тысячи его приверженцев были распяты. То есть это довольно серьезное было восстание. Дальше, Деяние, 21 глава, 38 стих. Говорит, так не дыли тот египтянин, который перед семи днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников. Флавий, опять же, говорит об этом. Значит, мы более подробно можем найти. Тем временем разные проходимцы и обманщики старались побудить народ последовать за ними в пустыню, где обещали явить всякие чудеса и необыкновенные вещи, которые будто бы должны были случиться по желанию предвечного. Многие поверили этому и жестоко воплотились за свое безумие, потому что Феликс возвращал их обратно и наказывал. Около того же времени в Иерусалиме явился некий египтянин, выдававший себя за пророка. Он уговорил простой народ отправиться вместе с ним к Елеонской горе, отстающей от города на расстоянии пяти стадий. Тут он обещал легковерным иудеям показать, как, по его словам, они будут свободно пройдут город. Когда Феликс узнал о том, он приказал войскам вооружиться, затем во главе большого конного и пешего отряда выступил из Иерусалима и нагрянул на приверженцев египтянина. При этом он умертвил 400 человек, а 200 захватил живьем. Между тем египтянину удалось бежать из битвы и исчезнуть. И когда появился тот, то тоже спрашивают, а не тот ли ты египтянин? То есть эти люди пользовались большой популярностью в народе, потому что они отвечали основным вопросом сугубо земных людей, для которых главное было освободиться от римского владычества. Видите, когда Ешуа распяли, многие даже и не заметили. Была Пасха, они посмотрели, посмотрели и пошли пасочку кушать, да? Ну, не такую пасочку зубную, а массу кушать, да? Вот, то есть мы видим. А здесь сотни, а то и тысячи людей шли за этим лжемессией. Ну, и того периода, пожалуй, самый знаменитый человек, это был Бар-Кохба, да? Бар-Козива его звали, вот, но в действительности его еще назвали Бар-Козба, то есть сын лжи. Сын лжи – это кто? Отец лжи – это дьявол, да? А он был сын лжи. Но сам он себя называл Бар-Кохба, то есть сын звезды. Это один из титулов мессии. И, помните, утренняя звезда, да? Напоминает вам чем-то, да? Войдет утренняя звезда, еще звезда Иуды есть. Он себя таким образом называл. Он жил во втором столетии по Рождеству Христову. И правополитная борьба со 132, помните, по 135 год нашей эры. И в результате иудеи потеряли от 500 тысяч до 600 тысяч человек. Они были убиты или взяли в плен и попали на театры Колизея и другие цирков. Их уничтожали всяческим образом. Видите, каким большим жертвам приходят такие лжи мессии. Даже рабе Акиева, на что был величайший авторитет, да? И он поверил и объявил его мессией. Правда, он потом отрекся, но было уже поздно. Было уже поздно. За ним пошли многие. За ним пошли даже не только евреи. Но некоторые самаритяне пошли за ним тоже, надеясь. Но за ними не пошли многие христиане. И в результате этого, вы знаете, христиане оказались в астракизме, да? В 70-м году и в 135-м году христиане не участвовали, евреи-христиане, в этом восстании, поэтому не возникались. После них уже были христиане отвергнуты от иудаизма. И их уже отделили как бы в отдельную группу, отдельную секту. И сначала иудеи преследовали христиан, а потом христиане. Вот. Отыгрались уже по полной программе, оттянулись. Типа дедовщиной. Сначала меня били, но я уже вырос. Теперь я за вас возьмусь. Теперь я тут дед. То есть, это, конечно, ужасная вещь. И вы помните, в результате Иерусалим был в 70-м году. Храм разрушен, да? А потом уже полностью разрушен Иерусалим. Засеяли его там солью. Потом Иерусалим частично восстановили. Но евреев туда долгое время не пускали. Даже в средние века там один путешественник приехал в Иерусалим и нашел там всего лишь навсего двух евреев. Это было величайшей трагедией для нашего народа. И вот этот человек, когда он увидел, что, значит, многие христиане, верующие в Иерусалим, не идут за ним, он сказал, «Если Бог мне не помогает, то пусть мне не мешает». Знаете, его знаменитое выражение. Еще Иосиф Флавий пишет о неком лжемессии Теудасе. Теудасе. Который повел людей на помощь Иерусалиму. Тоже привел к реке Иордан, уверяя, что воды реки растутся перед ними. На толку его приверженца напала римская конница, разогнала его. А саму лжемессию римляне взяли в плен и распяли. Вот этот Теудас шел на помощь Иерусалиму. Но то же самое. Возле реки, что? Хотел перейти реку. Вот так им всем хотелось перейти по суху. Но дальше. Еще в середине пятого века нашей эры на острове Крит объявил себя мессией некий Моисей. Тескотова Моше на острове Крит. Он обещал евреям привезти их пешком в Святую Землю через море. Они все бросились в море. И большая толпа поверивших пошла за ним и утонула. Как, извиняюсь, бараны. Или эти лиминги, да? Которые, знаете, вождь. Их бросается в море и все эти... Ну, грызуны такие живут. Лиминги. Что-то тоже начинает в море кидаться. Вот даже до чего люди доходили. И большая толпа поверивших пошла за ним в море и утонула. Средние века. Средние века. Есть несколько жив мессия, которых только остались упоминания их имен. Можете записать. Шерини. Сирия. 720 год. Шерини. Или Шерини. Сирия. 720 год. Абал-Абул-Си. Там же 750 год. Абал-Абул-Си. А другой из Ирана. 800 год. Иегуда-Юдган. Иегуда-Юдган. Это уже было время торжества ислама. И эти люди вели борьбу против власти ислама. Лжи мессии. Против ислама. Шерини. Сирия. Абал-Абул-Си. Сирия. Первый 720 год. Второй 750 год. Иегуда-Юдган. Иран. 800 год. Теперь в эпоху крестовых походов. Еще один лжи мессия появился в конце 11 века. Это случилось, когда воины первого крестового похода безжалостно истребляли европейские и еврейские общины. Вы помните, что прежде чем переправиться через пролив, да, решили крестоносцы навести порядок в Германии. В результате того, почти все евреи, которые не успели бежать, были уничтожены. И когда войска крестоносцев приблизились к Византии, в еврейской общине в Византии появился некий Миха. Миха. Он пророчествовал, что по его приказу на защиту евреев из Африки придут воины десяти исчезнущих колен Израиля. А с востока идут войска еврейской Хазарии. Ну, Хазары действительно, они воевали против ислама, но к тому времени уже Хазария составляла только лишь Крымский полуостров. Она уже не имела никакой власти. И он проповедовал, что придут десять колен из Африки и еще из Хазарии. Они набросятся на крестоносцев и уничтожат их, а евреи приведут в Палестину. Опять люди бросали дома, вещи, собираясь в толпы, чтобы присоединиться к освободителям. В результате они тоже были уничтожены войсками крестоносцев, да? Крестоносцы, когда приходили, они уничтожали все. Когда крестоносцы были осуждены в Иерусалиме, они поедали еврейских владенцев, насаживая их на копья и жаривая их, когда мусульмане осадили в Иерусалим. Это было жутко. Ну, так же, как вещи делали Богдана Хмельницкого, помните? Вот. В Иерусалиме шло, кровь текла прямо по улицам. Причем истребляли они всех подряд. И евреи, и не евреи говорили, Бог потом разберет. Я вам по крестовой походе давал фильм. Нужен вам ликбез, нужен. Смотрел, да? А люди юных христианских. Вот. Хорошо. В тысячном году нашей эры появился лжи мессия Менахэм на Дону. Донской казак Менахэм. Тысячный год нашей эры. Вот. Это примерно территория Хазарского Каганата. Да. 1137 год во Франции. Во Франции было восстание. 1137 год во Франции. Неизвестно, кто там был. Один из подобных обманщиков был сообщниками предан смерти. В Персии в 1138 году. В Испании в 1157 году. В городе Кордове. При этом последнем случае все евреи в городе были истреблены. В 1167 году в Марокко в городе Фес появился лжи мессия. Его прозвали Аравитянин. Он выдавал себя за мессию, творил ложные чудеса, но в результате был обезглавлен. 1174 год. Лже Христос и маг из Персии. По имени Давид Алмусер. Давид Алмусер. Лже Христос и маг из Персии. Он говорил, что может сделаться невидимым. Но все его все равно увидели и был схвачен и предан смертной казни. А в результате иудеи все были обложены тяжелым налогом. 1176 год. Это я все говорю о еврейских лжи мессия. Моравии. Но Моравии тоже объявился лжи мессия и был изобличен и казнен. В 1284 году на Сицилии. В 1284 году на Сицилии появился итальянский кабаист Авраам Абулафье. На Сицилии Авраам Абулафье. Сам итальянец был и кабалист. Тоже провозгласил себя мессией, был отвергнут. В 1290 году в Испании появились сразу двое. Лжи мессии. Не знаю, заключали ли они там союз подомнений с детьми лейтенанта Шмидта. Потому что если два мессии, то, понимаешь, в городе это было занадто. Но сразу появились. Одного звали Шмуэль Альйоне, а в другой Аврахам Авиле. Шмуэль Альйоне и Аврахам Авиле. 12-й век. Давид Аль-Раи. Давид Аль-Раи. По другим источникам его звали Менахем. Довольно загадочная личность. Он появился среди персидских евреев второй половины 12-го столетия. Родом был из Амадии провинции Азербайджан. Учился в Багдаде. Достиг совершенства еврейской и арабской литературы. Вернулся в родной город. И своей наружностью и ученостью очаровал всех. Не исключая коменданта города Зайн-Эдина. Он занялся апокалиптическими исчислениями. И в результате возомнил себя призванным положить конец пленению евреев. Он счел тогдашнее время упадка халифата удобным моментом. И действовал не только каббалистическими формулами. Но и обратился к своззваниям евреев Багдада, Масула и евреям-горцам Азербайджана. Которые привыкли обращаться с оружием. Приглашая их предпринять поход на Иерусалим. Ему стали стекаться люди. И действительно собралась приличная армия. Алл-Ри был потребован для объяснения к султану. Был подвергнут заключению. Но ему удалось каким-то образом освободиться из темницы и вернуться своим примежницам. Это увеличило его престиж. И тогда султан решил истребить всех евреев в Персии. Но внезапно смерть Ал-Ри, возможно, кто-то его, как говорится, заказал, да? Отравили или что-то сделали. Положила смерть этому движению. Есть мнение, что комендант Амади, предвидя последствия увлечения Ал-Ри, и склонился к тесте покончить с ним для спасения своих единоверцев. Движение прекратилось, но султан возник присядствования на персидских евреев. История. Это было романизировано. Беконсфилд написал роман. Не знаю, что это означает. Может, я неправильно читаю. В 1393 году. Еще один в Испании мессия. Маше Батарель. Город Сиснерас. 1502 год. Венеции. Ашер Лемлейн. Ну, эти все мессии вам для общего развития. А сейчас прошу записывать внимательно. Барков вы записали? Да. Хорошо. Остальных вы для общего развития можете себе представить, что просто их было очень много. Да? Практически все время. Постоянно где-то кто-то появлялся. Да. Следующий. Давид Реубени. Давид Реубени. И есть очень большая вероятность, что звезда Давида – это именно этого Давида. А не Давида Библейского. Давид Реубени. Реубени или Реубени. Как вы думаете, с кого колено он себя считал? Рубима. Совершенно верно. Значит, в это время, это, помните, довольно такая тяжелая эпоха, когда евреи уже начали серьезно преследовать, евреи уже согнали в гетто. Помните, после 1204 года евреи уже не имели права в Европе жить. Да? И где они жили? В гетто, да? Испании еще не было такого тотального преследования. Но уже инквизиция существовала. Помните, кто основателем инквизиции был? Доминик Гусман. Такой человек с еврейской фамилией. Мне сразу вспоминается по-няковски «брось и гуся», да? Это был молодой испанский монах, тоже обладавший очень сильной харизмой. И он проповедовал противоальбегойские ереси. И именем его назвали доминиканцы, да? Они и стали потом инквизицией. И вот в 1524 году в Венецию прибыл некий еврей, как он говорил, с востока. Правда, некоторые считали, что он не с востока, а ближе из города Праги прибыл. А в городе Праги, в Гетто, были пограничные столбы. И там ставили на еврейской стороне магент Давид. Первоначально это был каббалистический символ. Но затем он стал символом всего еврейства. Давид Реубенни рассказывал, что он приехал из реки Хавор, Великого Царства, колен Реубена, Гада и половина колен Наши. С миссией от своего брата, царя Иосифа, к римскому папе. Этот еврей соблюдал все заповеди, много постился. Но, как положено, брату царя носил дорогие одежды. Он очень понравился евреям в Венеции. Они помогли Давиду организовать поездку в Рим. И устроили аудиенцию у римского папы. Римский папа, как ни странно, в общем-то не сказал «да» и не сказал «нет». Типа вы не сказали «да», но не сказали «нет». И в результате он посланцем Великого Царя на белом коне, в сопровождении уважаемых молодых венецианских евреев, въехал в Рим. Помните, на каком коне явится живеси? На белом коне, да. Римского папу, въезд Давида произвел большое впечатление. Он принял посланца Великого Царя с подавающими почестями. В то время, как вы помните, была серьезная угроза для Европы со стороны турок, которые действительно через 30 лет взяли Константинополь и двинулись позднее на Европу. Ну и папа Римский думал, а кто его знает? Может и действительно, есть такие ребята лучше, с ними не ссорятся. Вдруг они ударят там оттуда с тыла в туркам. Поэтому, в общем-то, он принял его с подавающими почестями. Давид изложил послание своего брата, короля Иосифа, которым просил папу стать посредником восстановления мира между германским императором Карлом V и французским королем Францем, а также помочь еврейскому народу в борьбе за святую землю. Папа ответил, что не может влиять на властителей Франции и Германии, но согласился попросить португальского короля принять Давида Реубени. В то время в Португалии уже гнали евреев, и ни один еврей не имел право вступить на землю португальского королевства. Представитель Португалии при папском дворе выступил против приглашения посла еврейского царя, опасаясь, что визит изменит положение еврею Португалии. То есть, в Португалии еще были евреи, но въезд евреев новых запрещался. Но, несмотря на это, король пригласил в Лиссабон, где Давид был принят большим почетом. И тогда он въехал вот этим знамением, на которое белого цвета, и был изображен голубой, что Маген Давид. Маген Давид. Там у него было очень много привяженцев в Португалии, но пытался он, значит, пробудить у маранов надежды на избавление от рук инквизиции. И это Лиссабон пропустили действию Давида Реубени. Значит, один из его последователей был казнен, а сам Давид Реубени собирался ехать к германскому императору, и где-то по дороге он исчез. Никто больше его не видел. И таким образом все кропало. Последователь Давида Шлома Молка. Шлома Молка. Шлома Молка. Это был молодой португальский маран. Ну, вы знаете, кто такие мараны? Это евреи, которые приняли Иисуса, да, в результате вот этих преследований. Они решили, что лучше быть христианами. Вот. И, к сожалению, это закончилось для них потом печально. Значит, вот Диего Перет, Диего Перет, не Перет, а Перет, Диего Перет после обрезания взял себе имя Шлома Молка. В 1530 году он прибыл в католическую Италию. Инквизиция видела в нем христианина вероотступника. Но, несмотря на это, он проповедовал во многих городах Италии о грядущем избавлении Израиля. Приехал в Рим и пристал перед папой Климентом VII. Инквизиция потребовала выдачи отступника, так как Шлома Молка открыто перешел из христианства в иудаизм. И папа был вынужден позволить инквизицию арестовать его. Он был осужден на сожжение, но благодаря заступничеству папы рабы Шлома спасся и бежал за границу. Там он приезжает в Венецию и встречается с Давидом Реубени и отправляется вместе с императором, чтобы уговорить начать войну за освобождение Святой Земли. Он поехал в Ригенсбург, где происходил сбор германских князей, но при дворе императора были арестованы. Шлома Молка выдали инквизиции и в 1531 году он был сожжен в городе Мантуя. Судьба Давида Реубени как вы говорили неизвестна. Возможно он умер в испанской темнице, а в возможном, как утверждал один из знаменитых сувенировников рабе Йосиф Коро был выслан из Европы в те края, откуда он, как сам говорил, прибыл. Итак, Давида Реубени и его последователь Шлома Молка. Вы должны о них знать, да? Следующий очень важный Шаббатай Цви. Кто не слышал о Шаббатай Цви? Все слышали, да? О Шаббатай Цви. Хорошо. Помните, что в 1648 году и война до 56-го года продолжалась некоторыми перерывами, казацкое восстание, да, вот недавно фильм засняли Тарас Бульба, правда, я еще не успел ее посмотреть, казацкое в его стадии огнем и мечем, вы смотрели, да? Вот, но огнем и мечем там, конечно, не экранизировано, как этот, не клицается, кто там сидел, польский этот посланник, помните, как же его звали? Ну, у которого жену украл вагон. Нет, ну, польский посланник, ну, вспомним потом его. Да, так вот, когда он там сидел, я книгу читал, так он видел, как, значит, казаки вспарывали животы своим жертвам, вынимали кишки, обматывали эти ливящиеся кишки вокруг шеи, вроде шарфов, и надевали куски мяса на пеки, и младенцев и ходили по всему городу, маршировали. Книги этого есть, в фильме, естественно, нету. Вообще, книга очень серьезная, тяжелая, я ее прочитал на польском языке в свое время, специально для этого, так сказать, польский язык выучил. Книга интересная, конечно, как всегда, экранизация бывает немножко по-другому, да, чем книга. Там говорится о таких зверствах. Богдан Хмельницкий. И вот в результате этого евреи пребывали в очень страшном, в очень страшном расстройстве, потому что для евреев в Восточной Европе этот удар был, хотя погибло меньше в абсолютном количестве евреев, но в относительном количестве это был такой же удар, который нанес Гитлер впоследствии. Впоследствии, да. Интересно, что часто казаки предлагали креститься женщинам, детям, и даже были некоторые казацкие фамилии Жиденко, и среди казаков были тоже много евреев. Но, несмотря на это, казаки считались своими смертельными врагами, поляков и евреев, не знаю, есть ли в этом фильме у Гоголя есть конкретно, из-за чего убивали казаки и евреев. Потому что сказали, что без Жида теперь нельзя ни креститься, да, ни похоронить, ни сделать свадьбу, ни венчаться. И это действительно так было. вы помните, в 1608 году произошла знаменитая Брестская уния, когда в городе Бресте собрался собор. И большинство представителей православной украинской церкви, они выступили за унию. Но те, которые не согласились, частности, киевские там митрополиты и другие, они образовали в том же самом Бресте альтернативный собор. И возникла, что называется, схизма, шизма, раскол, да, шизофрения того же корня, схизма. И те, которые не приняли унию, стали всячески облагать налогом. А налог кто собирал? Евреи. И вот идут люди в церковь, надо им там что-то креститься, надо справить, и часть от этих денег собирает евреи. Стоит возле входа в церковь, стоит еврей, и все входящие, он как билетер, да, дает билетики за деньги. Вы представляете, какая это была ненависть к евреям? Вот. И, кстати, в Амстердаме, вы знаете, что в Амстердаме, Голландии, очень много евреев, и евреи Амстердама, они были связаны с евреями Украины. Кстати, в посегонении Богдана Хмельницкого многие евреи поехали в Амстердам, оттуда в Англию, и вот после этого Англия стала такой процветающей и богатой страной. Благодаря таких, как Давид Рикардо, Адам Смит, слышали об этих людях? Вот. Это были еврейские головы. Вот. Или еще да, в Соединенные Штаты Америки потом многие евреи уехали. Хорошо. Значит, еврею царило униние. С одной стороны, позднее возникло такое явление как хаситизм, помните? С другой стороны, большинство евреев были в ожидании Мессии, потому что положение было уже хуже некуда. У евреев есть такое понятие родовые муки Мессии. Есть оно в Библии? Есть, да? Помните, как женщина рожает в муках и будет создан народ Израиля в один день? Да, помните это? И, казалось бы, хуже уже быть не может. И тут появляется человек, который говорит, вот, все, ваши проблемы будут решены. Я введу вас в землю Израиля и все будет в порядке. И таким человеком был Шаббатай Цви. Шаббатай Цви родился 9 авгу 1626 года. Дело в том, что есть такое пророчество, что в тот день, когда был разрушен храм, родился Мессия. А 9 авгу это день разрушения храма, да? Потом он родился 9 авгу 1626 года в турецком городе Измире в семье купца Мардехая Цви. Шаббатай был талантливым мальчиком, и учителя предсказали ему великое будущее. Уже 15 лет он изучал Кабалу, и так его поглощало изучение Кабалы, что он часами просиживал на знаменитой книге «Загар» и произведениями учеников великого Кабалиста Ария Кадеша Святого Льва Ицхака Лурия Ашкенази на Турдаме Хаима Виталя Калабри Сефет Казенет и другие. И вот значит нашелся человек который тоже как бы был для него как бы для него лжепророком. Который был для него лжепророком. Это был молодой пророк человек из Азы в речах и письмах заявлявший что именно Шаббатай будет тем самым человеком. И так мы видим лжемессию и лжепророка. и уже пророком. И тогда Шаббатай начитавшись Кабалы и услышав пророчество он что решил я и есть тот самый Мессия. И вот он приходит на праздник Йом-Кипур и провозглашает святое имя Ягвы в синагоге. Потому что есть положение что Мессия произнесет Святое самое святое имя которое никто не знает не знаю как он его там произнесет да вот ну короче говоря начался большой скандал ах какой же был скандал да в 1665 году Шаббатай оставил землю Израиля вернулся в Измир где благодаря писам из Иерусалима которые описывались чудеса совершенные Шаббатаем Цви число его сторонников резко возросло резко возросло саневавшиеся считались еретиками и подвигались преследованием на улицах Измира пели славу Шаббатая Цви плясали от радости устраивали гуляния по всему городу можете себе представить да вот сочеляли различные пророчества о Машехе и его чудесах и с этого пошло в Европу в других общинах Солониках Ливорна в Амстердаме Гамбурге вы помните Гамбург это такой еврейский торговый город где Гамбурги разобрели да вы будете есть бутерброды на Пасху да вот эти мацал ложится потом кусочек мяса потом зелень да потом сверху это все поевается соусом хреном и сверху еще кусочек мацы вот получается Гамбургер и евреи Гамбургом и евреи Польши даже зашлась у него жена в Польше девушка которая вот во сне увидела что Бог ей сказал что она действительно будет женой беси и она поехала к своему жениху в общем что творилось это вообще нечто невообразимое и вот 1665 год его кульминации запомните а 1666 год он отправляется в Стамбул он отправляется в Стамбул великий услышав беспорядковый измири послал полицейских они арестовали Шабатая Цви и его спутников возле Дарданел на вопрос полиции о целях прибытия в Стамбул Шабатай ответил что он иерусалимский мудрец приехавший забирать пожертвования в пользу общины Шабатая отправили за решетку но его сторонникам удалось подкупить начальника и добиться свидания сузника и мягкого обращения с ним в конце концов султану стало известно да и появились слухи что Шабатай Цви прибыл в Стамбул свергнуть султана но вместо этого Шабатай Цви отказался по домашним арестам и Шабатай Цви как говорится вместо того чтобы отрубить голову предоставили роскошный дворец это еще больше подстегнуло сторонников раз это именно так происходит значит он наверняка мессия однако султан задумал другое ему не нужен был еще один мученик мучеников было сколько да вот если бы Иисуса самое страшное что бы мы могли сделать вот так побитого вывести за ворота и выпустить все правда но еще казнили он воскрес если бы казнили Шабатай Цви начались бы сторонники да которые говорили что он ученик он мессия пострадавший султан был не глупый человек значит ему надо было заставить Шабатай Цви что отказаться от своих идей и султан предложил Шабатай Цви принять ислам в общем Шабатай Цви подумал подумал и решил что лучше таки приметь ислам но вы знаете что он не лишился хотя многие конечно потом поняли что он же мессия он не лишился некоторых своих сторонников они даже вместе с ним приняли ислам они сказали да да это же мессия и мессия должен пострадать ребята наш Шабатай Цви это страдающий мессия и видите как он пострадал ради идеи еврейского народа он даже принял ислам и было около 20 тысяч его сторонников которые жили на территории Турции и на территории Югославии теперешней и только уже где-то в середине 20 века они перестали существовать они просто вымерли естественным путем как говорится их никто там не преследовал они растворились в исламе да им это не нужно вот значит был сослан в Шабатай Цви в город Дальцинга в Албании там он умер в Йом-Кипур 1675 года и так начало и кульминации его деятельности 65-й 66-й поехал к турецкому султану и в 75-м году через 10 лет примерно умер перед смертью значит вдова покойного вторая жена которую Шабатай Цви взял после первой своей жены смерти первой своей жены Сары назначили брата Якова духовным наследием Шабатай Цви и в Турции шабатеисты приняли ислам и стали маленькой иславской общиной которая на собрании пела гимны своему машинку Шабатай Цви остатки этой секты долго сохранялись в Солониках самое интересное и удивительное вещи я нашел что у христиан в времени нашей оранжевой революции появились шабатеанские идеи некоторые христиане города Киева когда помните была оранжевая революция была неустойчивость да и они проповедовали что вот на Украине плохо дальше будет еще хуже и это хорошо потому что чем хуже тем лучше чем хуже становится жизнь людей на Украине тем большее число людей примет Иисуса зависит это так или нет нет вот религиозные преследования если действительно люди видят свидетельства наши и так далее но религиозные преследования любые преследования они не сами по себе не увеличивают число верующих да и наоборот сказано видите откровение что есть люди которые будут покрыты язвами их будет сжечь солнце да они будут в ужасном состоянии и они все равно их сердце будет ожесточено озлоблено и они не примут мессия да но шампотеанство вот эта идея чем хуже тем лучше нашла даже в пробовине некоторых христиан что очень удивительно хорошо следующее Яков Франк слушайте ручкой а то я не пойму еще Яков Франк Яков Франк значит ровно через сто лет та же самая ситуация повторяется он жил в городе Львове на территории Польши тогдашней значит на территории Польши в городе Львове Яков Франк он тоже имел отношение к шабатае Цви и для торговли ездил в Турцию где сблизился с шабатаистами попавшие под его влияние называли Якова испанским титулом Санто Сеньор Санто Сеньор Святой Господин и учились у него страны обычаям которые часто не имели ничего общего с иудаизмом в отличие от состоятельного измерзкого мессии Франк интересовался в первую очередь земными благами это фактически яркий смелый авантюрист циничный и с непомерным чистолюбием его учение в принципе было полно противоречий но благодаря великой своей харизме он тоже приобрел влияние самое интересное что он тоже родился 9 авгу и умер в Йом-Кипур точно как шаббатай свит но это происходило на 100 лет позже и Яков Франк говорил что в нем дебук что такое дебук дух да дебук деба деба тоже корни что дьявол дебук дух или бес который вселяется в человека да именно дух шаббатай свит я верю что так оно и было речь идет не о переселении душ релхуль да речь идет о том что один и тот же дух лже-мессия потому что говорил он и действовал очень похоже да но если шаббатай свит больше говорил о религиозном то здесь уже 18 век это уже век рационализма и он обещал евреям богатство счастливую жизнь обещал что вот он придет к значит королю императору и все будет нормально да у евреев все будет хорошо ну в отличие от шаббатая сви он пошел к императрице Марии Терезии я извиняюсь Львов не Польша а тогда уже раздел Польши Львов куда отходил к Австро-Венгрии да правильно я географию знаю да поэтому он обратился к императрице Марии Терезии ну в результате он тоже был крещен и вот смотрите ровно почти через сто лет значит в 1757 году видите в 1757 году он объявил что ему было повелено свыше креститься подобно как шаббатая цви перешел в ислам его сторонники сообщили епископу Львова что готовы креститься но перед это хотели бы устроить диспут с равенами епископ заставил евреев принять участие в диспуте франхисты привили свидетельство истинности христианства взякли якобы из-за гара и что талмуд требует употребления евреями крови христиан причем христианские священники несмотря на союз с оппонентами евреев отказывались воспользоваться удобным предлогом для возведения кровавого навета и отложили обсуждение на будущее видите как низко пали эти евреи что даже подтверждали кровавые наветы но сами христианские стальтокатолические священники поняли что это уже такое что об этом даже не стоит и говорить все таки священник оказались умнее тех самых франхистов вот но католические священники не поверили честную намерения Якова Франка по их требованию Яков был отправлен в крепость Ченстахов где в долгие годы провел почетном заключении и только в 1772 году русская армия захватила крепость Франка освободили и отправили в Австрию где он был принят с радостью австрийские власти потом тоже стали сомневаться в чистоте его христианства и он был изнан из Австрии в город Афен около Франкфурта где он и умер деятельность его последователей продолжалась до 1816 года впоследствии франхисты окончательно растворились среди польских католиков вообще фамилия Франка Франка это равеннистическая фамилия и генерал Франка который был в Испании он имел тоже еврейские корни как и Фидель Кастров впрочем вы знаете что Фидель Кастров имел еврейские И интересно что знаменитый белорусский поэт Адам Мицкевич которого почему-то все считают поляком у него была мама еврейка родился он в Белоруссии мама еврейка франкистка из такой окрестившейся семьи писал он на польском языке поэтому его все считают поляком хотя он действительно белорус я вам про белорусского оператора рассказывал да там есть тоже интересные из истории Белоруссии вещи дальше в 1720-26 годах в Амстердаме в Голландии Нехемьях Хиехаюн такой был Нехемьях Хиехаюн в Амстердаме Нехемьях Хиехаюн тоже был ЖВС А еще 1700-й год на Крите Михаэль Кардоза Ну дальше с Мессиями получился облом потому что после вот таких трех вжемесий Давида Риубени Шабатая Цвия которых вы должны знать и Якова Франка равены решили что если кто-то будет объявлять себя Мессией ох как мы его хорошо побьем и уже после этого Мессиями стали бояться себя объявлять да но удивительный человек который не знаю можно ли его назвать лужепророком или пророком не знаю но божьим пророком он трудно был еврейского происхождения это еврейский советский оккультный практик медиум и гипнотизер Вольф Мессинг я вам показывал фильм о нем тоже удивительная личность родился в конце 19 века 10 сентября 1899 года на территории Российской империи в маленьком городке гора Каливария возле Варшавы в семье было еще три сына и это была очень религиозная семья в детстве Вольф страдал лунатизмом имел привычку стоять по ночам в постели и бродить по дому отец отучил его поставив возле его кровати корыто попадая в холодную воду Вольф моментально просыпался и больше по ночам старался с постели не подниматься в возрасте шести лет его отдали хедер мальчик не хотел заниматься в хедере и тогда папаша сделал такой обман он нарядил одного из еврейских актеров в виде ангелов вродатого такого белого в шляпе и вот такой бабай ночью подходит к ребенку и кричит я господь я тебе говорю чтобы ты занимался так такая страшная вещь а потом позднее он обнаружил тот увидел в кабаке того самого актера который представился богом и ангелом божьим в результате этого он сбежал он сбежал и решил не возвращаться он сбежал из школы имея капитал 9 копеек и отправился на вокзал но на трамвай наверное не хватит да сел без билета первый попавшийся поезд и забился под лавку и вот кондуктор проходит по вагонам и заметил без билетника и говорит ваш билет молодой человек Вольф вытаскивает из кармана первую попавшуюся бумажку и глядя упор из кондуктора говорит вот он мой билет и к его делению кондуктор безропотно взял бумажку пробил ее своим компостером и сказал зачем же вы под лавкой едете свободных мест сколько угодно это мальчик да который ему было всего лишь 10 лет и он сбежал потом он долго ходил там по Берлину приехал в Берлин долго ходил по Берлину он также замерз и был в состоянии клинической смерти и после этого он еще выступал в цирке имитируя клиническую смерть или как йоги вот знаете когда живет человек закапывает или сажали его в метический ящик вот пришел он только на третьи сутки благодаря стараниям профессора Абеля Мессингу повезло что на него обратил внимание талантливый психиатр и невропатолог пользовавшийся широкой известностью и Абель также начал изучать его способности и удивился что это великий медиум великий медиум великий медиум и он отправил Вольфа в берлинский паноптику Вольф в пятницу утром ложился в хрустальный гроб приводил себя в состояние полного оцепенения затем этот гроб закапывали и он лежал неподвижно трое суток в пятницу ложился в понедельник его откапывали и после этого он оставался живым и платили за эту работу всего 5 марок в сутки 5 марок очень низкая цена затем он начал тренировать свои способности в 1915 году отправился в первое гастрольное турне приехав в Вену он познакомился с Альбертом Эйнштейном тот пригласил Мессинга в себя познакомившись еще с знаменитой знаменитостью Зигмунда Фрейда и Фрейд предложил ему провести серию опытов он отдавал мысленные приказы Мессингу тот подчинялся затем в 1921 году Мессинг вернулся в Польшу он уже был состоятельным человеком и тут же случилось так что Польша отсоединилась от России и Вольф загремел в армию и когда он был в армии случился с ним такой случай однажды пригласили в офицерское собрание меня ввели в роскошную гостиницу здесь было собрано высшее придворное общество блестящие военные роскошно одетые дамы Пилсудский помните кто был такой Пилсудский в Польше был одет по черту простое полувоенное платье без знакового отличия начался опыт за портерой был спрятан парсигар группа придворных следила как я нашел его это было проще простого меня наградили аплодисментами более близкое знакомство с Пилсудским состоялось в его личном кабинете начальник государства кстати это был официальный титул в те годы был суеверен и любил счастливое число 13 в общем в результате хотя и счастлив он в солдатах но оказался в любимчиках в любимчиках и вот однажды он помог графу Черторыйского найти фамильную брошь и затем Мессинг начал заниматься поисками различных пропавших вещей или пропавших людей вы знаете да экстрасенсорные способности и вот однажды в Париже раскрыл заговор направленный против банкира Дентье дочь от первого брака и молодая жена банкира сговорились и решились вести того с ума Дентье вдруг стал замечать что время от времени портрет покойной жены висевший у него в кабинете стал самопроизвольно двигаться и даже подмигивать кроме того в кабинете периодически стал развиваться глухой стук исходивший будто бы из стены короче они они симулировали типичные явления полторы гейста и Миссинс сразу определил что в соседней комнате за стеной где висел портрет кто-то есть взломали дверь комнаты и там обнаружили дочь банкира якобы уехавшая театр и она там имела потайной механизм дергала за веревочки осуществляла покачивание и подмигивание портрета да и однажды в 30-е годы в Миссингу произошла женщина просила узнать о брате два года назад уехавшего в Америку вот его фотография достала на сумочке кусочек картона вместе сделала на фото и вдруг я увидела как бы сошедшего с этой карточки в живом и хорошем костюме вспоминал экстрасенс не волнуйтесь пани ваш брат жив у него были трудные дни сейчас стало легче вы получите от него письмо на 13-й день считая сегодняшний и действительно так случилось весь дошла до газетчиков это уже 30-е годы я не буду много говорить о других его вещах но в 39-м году для Польши произошла страшная трагедия да Польша была оккупирована с востока русскими войсками с западно немецкими войсками и Гитлер который очень интересовался различными способностями экстрасенсорные собирал себе экстрасенсов колдунов тибетских магов и прочих людей естественно приказал доставить Мессинга Мессинга арестовали вот и значит он оказался в гестапо ну значит он как сделал он в гестапо он сумел зафинетизировать всех своих это как бы показывать какие способности они все собрались все вот эти тюремщики и он чего-то там превратил в золото и пока они любовались этим превращенным золотом он вышел из камеры вот рисунок закрыл их на ключик и пошел себе но он понимал что долго ему не продержаться рано или поздно его найдут и тогда он обратился к Сталину вот Сталин тоже интересовался некоторыми оккультными вещами и он помогал Сталину он часто себе определял предсказал точно когда закончится война может быть он еще другими вещами делал для Сталина деятельность его была засекречена но он еще был богатым человеком занимался на эстраде я кстати видел Мессинга я видел Мессинга в одной из последних его выступлений это был не помню 76 или какой-то год когда он был в Одессе в этом самом здании филармонии я ходил я тогда уже был европатологом мне это было интересно очень только что окончивший Медицинский институт и такая личность вдруг приезжает но он уже был почти парализованный он просто сидел на сцене а в его присутствии его ученица делала вот эти вещи отгадывания нахождения разных вещей вот ну удивительнейший человек вот видите его фотографию он предсказал кстати Сталину спас вернее сына Сталина помните вы видели этот фильм да значит Вася Сталина Вася Сталина когда погибла вся футбольная команда и Вася был снят буквально перед полетом да с самолета а кстати это гибель самолета и футбольной команды если вы смотрели фильм вот этот три дня Одессе потом как этот Александровский сад да вот об этом об этом рассказывается так косвенно хорошо в общем различные такие вещи и таки НКВД его не стоило не трогало и он ему удалось дожить до конца своей жизни хорошо да следующее лжи-мессия хотя он себя не объявил мессией но его объявляли мессией его ученики угадайте кто похож на Деда Мороза здравствуй Дедушка Мороз борода лопаты шнерсон все его знают да так что завтра все его знают